Сегодня, пожалуй, последний день зимы, когда можно пешком пройти по снегу. Ночью было минус 10 где-то. Образовался наст, а сейчас уже плюс тепло. Наст почти пропал, но еще пока хожу кое-где. Вот следочки кабанчиков, например. Я решила прийти в лес, где бобровая плотина новая. Вот это какашки-косули. Здесь очень много следочков и косулины, и кабанчиковые. Вот здесь все стоптано. Но вон в той части леса уже очень долго лают собаки. Наверное, это Радик, Язи. Деревня у нас вон там осталась. Я хочу сейчас пойти посмотреть на кого они лают. Вот кабанчиковые следы отличаются тем, что между следами очень маленький промежуток. У них шажочки маленькие. Вот копытца такое. Такое. Вот это свинкины копытца. Их тут несколько штук ходят. Я их не видела никогда живьем. Вот. Но они тут живут. Я их еще месяц... Когда я там на лыжах-то ходила? А когда у нас лисы появились в деревне. Вот. Тоже следы видела свежие после снегопада. И они вот ходят. Ну, сейчас я пойду разберусь, что там собаки нашли. Заодно бобров проведаю. А так тут, в общем-то, кроме следов какашечек и везде снега, пока ничего интересного. Вот иду проваливаюсь. Где-то проваливаюсь, где-то нет. Вот тут совсем свежий сегодняшний след в лося. Лось прошел. Вот. Идет он как раз туда примерно, где собаки лаяли. Они, кстати, замолчали. Видимо, они услышали, что я иду. И либо зверь убежал, на которого они лаяли. Либо... Одну из двух. Не знаю. Вот. Это как раз бобриная плотина, где мы бобра как-то летом на стриме видели. Вот. Вот дерево с гнездом где-то там. Вон там гнездо на березе. Не жилое, а большое такое. У нас как ориентир. Здесь вот эта красивая плотина. Так мы сейчас к ней с другой... А, вон он. А чья это собака? А я не знаю, чья это. Это не деревенская собака, не наша. И вон там еще одна. Это чужие собаки из другой деревни. Плохо сейчас. Что-то фокус плохо работает. Надо телефон перезагрузить. Ну ладно, я пойду посмотрю. Может, они на бобров ловят? Видимо, из другой деревни. Из соседней. Тут вообще я шла. Там везде собачьи следы по краю леса. Вот. Так что они тут регулярно болтаются. Ну вот она эта бобриная плотинка. Мы сейчас на другой стороне от нее. Вон они собаки ходят. Обрезаны ветки так с берез. Наверное, здесь модно бересту будет как-нибудь снять с этой березы. Для каких-нибудь поделок. Собаченька, идите сюда. В эти. Что это вы тут делаете? А? Собаченьки. А кого вы лаяли? Какая-то маленькая совсем собаченька, да? Их побольше. Старый песик. Иди сюда. Вы чьи собаки? Иди, иди сюда. Не бойся. Я тебя съем. Да. И чего ты такое? Почти какое-то породное. Да не бойся, ладно тебе. Говорят, что я злая. Собак не люблю. Но вы-то не знаете об этом. Пес, иди сюда. Пес. Ко мне иди. Кого вы тут едите? А, это ты не седой. Ты такая у тебя краска. Я думала, ты седой. Иди сюда. Не бойся. Да. Привет. Бешеные? Изо всех сил бешеные. В каких-то болячках все. Ухо вон покусанное. Ты бешеный? Эй. Ну и что вы тут ели, а? Что вы делаете? Всех поели. Покусанный. Ну, показывайте, что видели. Может, что вкусное. Кого? А? Что тут интересного такого? Да? Песики. Ты смешная собачка. Или за ошейников. Ну, такие. Еду ищите, а у меня нет еды. Сами по себе собаки в лесу. Да? Ты сам по себе? Так. Ну, вот оно, кстати, гнездо. Как не фокусироваться? Надо перезагрузить телефон. Вот. Я тут уже сижу, наверное, где-то полчаса. Просто сижу и ничего не делаю. Перезагрузила телефон, чтобы посмотреть, как камера будет на увеличении работать. А, всё, вот, починилось. Вот теперь нормальный зум. Да, стал что-то подтупливать. Надо обновление, наверное, поставить. Вот. Другой берег. Собачки ушли. Я просто сижу на берёзоньке погрызенной. Наслаждаюсь погодой. Тут ветерка нет. На меня солнышко светит. Хорошо. Весна! Весна! Ура! Вот тут лосиные следы, но они старые. Ну, ходят тут звери какие-то. Надо дальше идти. Вот когда тут ещё по центру плосина погуляешь? Только сейчас. Это собачьи следы. Вот здесь, ну, бобров же всё замёрзло. Но они не спят у них. Вот тут, видимо, вход в норку. Вот тут лёд поломанный. Всё мутное. Так что бобры тут прям живут, что-то делают. Ну, сейчас они, наверное, все спрятаны. Следов бобров я что-то не вижу. Там вот только если... На том берегу надо поискать. У них где-то здесь должна быть горочка, по которой они скатываются. А, вон там что-то есть. Надо посмотреть. Вот это всё скоро затопит здесь будет вода. Ну, она уже здесь есть. Вот тут, видимо, у них ныряние туда вниз. Под норок, от норок, не знаю как. Жрут зачем-то берёза. Зачем вам берёза? Она же невкусная. Тут же есть-то нечего. Вон там у них, видимо, нора. Вот. А тут у них вот какая-то стропиночка. Моя бобра наисхоженная. Ой! Прололила. Жевали кончик берёзы вот, нажёванный. Бобриная берёзовая живанина. Вот они. Откусили тут кончик. Копьё на собак натачивали. Явно. Вот. Ну, так вот. Самих бобров не видно, нет. Ой, палочка какая-то беленькая лежит. Вот она там. Красивая. А тут уже всё растаяло. Ключи, наверное, бьют, я не знаю. Потому что влажность такая. Не замёрзшая. Надо палку себе дать. Нажирали они тут, конечно, много. Почему-то берёзы. Почему? Они ольху не едят, что ли? Уронили бы ольху. Ну. Ой, какая нора. Вот они едят. Причём здесь целый лес ив. Там есть ивы, ивняк. Они же вкусные. Вон туда идёт дорожка. Сейчас посмотрим, куда. Здесь у них вход. Это нора такая. Вот. Вон там хатки засыпаны снегом. Они ещё под снегом. Здесь идёт пропинка. Это они носят еду. Еду. Может они с берёз ветки берут просто на строительство хаток. Не знаю. Но они прям вот тут основательно её обгрызают всю. А вот здесь у них они таскали ветки. Деревья скусанные. Всю зиму. Куда-то у них идёт. Сюда, кстати, камеру поставить как-нибудь. Но они же вечером начинают ходить. А телефон вечером ничего снимать не будет. А камера наблюдения, которая с ночной этой съёмкой, она ничего здесь не будет снимать, потому что Wi-Fi не дотянет. Вот. Или ставить, включать телефон, чтобы он раздавал Wi-Fi. Вот здесь вот, в общем, тропиночки. Это всё бобриные тропинки. Косули тут тоже ходят. У них с какашками. И вот здесь они уже, наверное, себе еду собирают. Потому что вот как раз съеденные пивы. Вот. И вот здесь вот. И они вот тут вот всё обкусывают. И к себе таскают. Так что вот. Дальше уже тропинок толком нет. Вот такие вот бобры. Можно пройти вот так. Здесь они тоже ходят. Но здесь не так, не такой толпой, как там. Вот тут то место, где огромная бобриная хатка. Где? Где? Не вижу. Мне солнце в глаза светит. Вот оно. И бобриная плотина. Тут опять следы всякие звериные. И вон там уже что-то. Я провалиться могу? Мне хочется посмотреть. Уже во всё течёт. Почему-то в ту сторону. Обычно же она вроде в другую должна течь. А она сейчас в ту. Или она тут как-то разворачивается. Вот по этой плотине мы как-то, по-моему, то ли со стримом, то ли я с видео шла. Вот здесь переходила. Вот сейчас она не стою. Не пойду туда, потому что можно реально в такую штуку провалиться. Но она тут не одна. Вот. Скоро здесь всё поплывёт. Плаводье будет. Будет очень весело и живописно. Вот. Тут уже кто-то шёл. Там прям мокрое всё. Потому что тут, наверное, кабанчики опять. Тут вот я стою сейчас обычно где вода. Я на льду стою. Ну надо потихоньку обратно идти. Скоро ещё больше потеплеет. Я просто... Тогда будет очень сложно идти. Всё будет проваливаться по самое колено. Пока ещё где-то более-менее плотные участки есть, можно походить. Надо выбраться со снега хотя бы на дорогу. Вот. Долго сейчас не походишь. Ну, посмотрели, что-то увидели. Собак нашли. Вот следы. Копытцев. Следы. Сейчас уже всё подтаивает. Видно плохо. Чьи? Ну, чьи-то. Так, куда я иду? В кусты в кусты. Это какая-то то ли яблоня, то ли груша дикая. Вся обкусанная. Вся обкусанная зверями. Все веточки, кончики съедены. Можно ли найти в марте весной ягоды? Я нашла. Вот можжевельник. И вот это чёрненькая и зелёненькая. Это его ягоды. Зелёненькие ещё не спелые. Вот они. Тёмно-фиолетовые. Они на самом деле вот такие сизые. Они уже спелые. И их можно есть. Именно у этого вида можжевельника. Эти ягоды съедобные. Они и сладенькие. С можжевеловым вкусом. Ну, а внутри косточка. Очень приятный на вкус. С можжевеловым вкусом. Но я их собираю сейчас не для того, чтобы есть. А пока буду идти, я их где-нибудь буду бросать по одной штучке. У нас очень мало можжевельников осталось. Видимо, это какая-то экологическая проблема. Вот когда ДТТ там распыляли в советские времена. Ещё что-нибудь. Можжевельники все погибли. Остались вот единицы. И наконец-то какие-то дети тех можжевельников выросли. И начали давать ягоды. Ну, кстати, следы зайчика. Вот. Я сейчас чуть-чуть ягод возьму. И по дороге мы раскидаем. Может, что-то хоть одна да прорастёт. И когда-нибудь там вырастет ещё можжевельничек. Вот. Я также делаю у мамы можжевельник, который в детстве моём она сажала. Он тоже уже ягоды даёт. Не все можжевельники дают ягоды, дают девочки. Мальчики без ягод стоят. Вот. Я там тоже собираю и где-нибудь эти ягодки раскидываю. Вот. В ельнике их смысла нет кидать. Вот сейчас по краешку здесь как-нибудь. Вот так вот. Оба. Растили. О, белые стены следы. Это белочка прыгала. Ругается кто-то. Вот. Следов много, но зверюшек не видно, потому что меня хорошо видно и слышно. Вот. Вот так хорошо здесь. Вот эта ямочка, это тут либо лось, либо олень лежал. Спал. А вот эти вот такие растопырки, это всё кабанчиковые следы. Возможно даже сегодняшние. Получается раз, два, три, четыре. Ну где-то четыре кабанчика шло. Куда-то он провалился. Они успели пройти до того, как снег начал оттаивать и проваливаться. Я уже тут как лось иду и вся туда вниз. Вот это тоже лёжка. И вон там. Вот. Я не знаю, олени, лось и так не понять. Это старые совсем. Но они были чумазые. Снег жилковатый. Вот это косулины. Или кабанчиковые какашечки, не знаю. Там лежат. И всё, я там. Эй. Глубокий снег. Глубокий снег Глубокий снег. Найдает много проблем. Clifford. Удартимый снег. Найдает bringsедлёнка. Дальний снег. Продолжение следует...